А что, если я расскажу вам, как иностранцы распознают в вас русского туриста? Всем привет! Меня зовут Вика, я преподаватель по английскому языку в школе Advance. Тема нашего сегодняшнего видео — это типичные ошибки тех, кто изучает английский язык. Конечно, когда изучаешь иностранный язык, ты так или иначе будешь опираться на свой родной язык, но это не всегда является правильной тактикой. Мы с вами рассмотрим те ошибки, с которыми я и мои коллеги сталкивались в своей преподавательской деятельности. Первый пример — мой любимый. Это фраза very like, very want и very need, что переводится как «мне очень нравится», «мне очень хочется» и «мне очень надо». Иностранцы даже рассматривают фразу very like как вариант, который поголовно используют именно русские. Лучше всего использовать really или very much, которые переводятся как очень. Отрабатывать ошибки мы с вами будем с помощью паттернов. Паттерны — это такой инструмент, который состоит из набора предложений, помогающего вам отработать ту или иную грамматическую тему, доводя воспроизведение до высокой скорости. Например, «Я очень люблю путешествовать, но сейчас я сижу дома из-за коронавируса». «Он очень хочет купить последний айфон». Следующая ошибка тоже с использованием слова very, и эта фраза very many в значении «очень много». Я очень много работаю, говорит мне мой прекрасный ученик. А я ему на это скажу, что, к сожалению, русский язык вам тут не помощник. Лучше всего использовать слово a lot в переводе «очень». Например, Она очень много улыбается, потому что ее парень — стоматолог. Ваш друг спрашивает вас Дела у вас обычно идут нормально, вот вы отвечаете ему I'm normal, что будет переводиться как «я стандартный» или в худшем случае «я не сумасшедший». Поэтому на смену слову normal предлагаю наверняка уже известные вам fine, ok или alright. Например, What's up? Как дела? I'm fine. Я в порядке. How's your granny doing? Как дела у твоей бабули? Oh, she's doing fine. У нее все хорошо. Если вы или ваши знакомые совершали подобные ошибки, расскажите об этом в комментариях. В описании к ролику вы найдете ссылку на дополнительные паттерны. С помощью них сможете дополнительно попрактиковаться. Если вам понравилось данное видео, давайте наберем 100 лайков и мы выпустим вторую часть. А с вами была Вика. Пока!